Земля равноправных свободных народов, заботы о ближнем, горящих сердцах, живет, процветает и ценит свободу, народ прославляет великих делах. Со стихотворением «Россия» Лиза выступала на прошлом фестивале «Храните детские сердца». А в этот раз она в составе хора школы-интерната номер 16. Вместе с одноклассниками девочка приняла участие в галоконцерте фестиваля. За выступающими наблюдают их родители и педагоги. Те, кто радуются каждым успехом, всегда поддерживает и гордится своими детьми. Пока сын Самир готовится к выступлению, его мама Лисан отвечает журналистам. Выступают на фестивале уже третий год. Участвовать ему очень нравится. Мы еще занимаемся дополнительно в музыкальной школе. И вообще этот фестиваль всем ребятам нравится. И надеемся, что это не последний раз мы участвуем. Организаторы фестиваля уверены, для всех детей должны быть равные возможности. Именно поэтому в мероприятии регулярно участвуют сотни ребят. Здесь они забывают о своих недугах и перевоплощаются в настоящих артистов. Об этом свидетельствуют не только выступления, но и экспонаты выставки, которую открыли в холле. Картины, подделки, игрушки – все сделано детьми. Эти дети у нас с неограниченными возможностями. Поэтому есть такие, которые пробуют себя и через сцену, и через художественную самодеятельность. И очень многие, кстати, успешны. Достижения видны. И самое главное это ощущают и наши родители, которые сегодня пришли и познакомились с выставкой, которая здесь работает. И получили консультации от ведущих специалистов. Хореография, художественное слово, вокал, эстрадный жанр, инструментальное исполнение, театральное искусство. Те немногие номинации, в которых выступали ребята. В заключении концерта выбрали победителей и призеров фестиваля. Первое место поделили творческие коллективы школ-интернатов номер 88 и 16. А коллектив школ-интерната номер 89 получил гран-при за особые успехи в развитии детского художественного творчества. Анна Тищенко, Улправду ТВ.